Парк Дружбы Народов расположился в живописном месте между озерами Зеркало и Двубратное. Самый большой в стране здесь строится 23 национальных дома. Перед началом была проведена большая научная работа с историками и культурологами. Специалисты получали консультации в других республиках. Учитывалось все – и стройматериалы, и особенности зодчества, и даже цвет древесины. Осенью планируется открытие части парка. Что касается благоустройства домов и подворья, где-то примерно на 70% будет все сделано. Мы планируем на будущий год, в принципе, закончить полностью там. На будущий год, я думаю, уверен на 100% что мы закончим. В каждом доме будет работать этнокомната, национальная библиотека, ремесленная мастерская. В Самарской области проживает 157 национальностей. Чтобы рассказать о каждой, для посетителей парка выпустят специальную книгу. На подворьях возведут характерные для каждого народа постройки. Сейчас они как-то не вспомогают. Ученые, видимо, взяли 150-150 лет, может, давности. Можем, можем. Сейчас те дома... Развернули уже, да? Ну, все дома развернули. Парк займет территорию более 15 гектаров. В центральной части построят дом национальности с концертным залом, дворец бракосочетаний. А также в следующем году здесь появится площадь с летней сценой для проведения национальных праздников. Уже посадили больше 300 деревьев. Глава региона предложил добавить в проект деревянную мельницу. Музейный комплекс могут посетить одновременно до 12 тысяч человек. Также во время поездки по микрорайону Волгарь губернатор ознакомился с ходом строительства восьми пятиэтажных домов для переселения людей по государственным программам. Почти 600 квартир предназначены для детей-сирот и граждан из ветхого и аварийного жилья. Дети-сироты – однокорбные квартиры. А тут могут быть любая семья, которая позволяет им это не страшно. Площадь квартир от 20 до 61 квадратного метра. Себестоимость низкая, а качество при этом хорошее. Застройщик соблюдает все параметры и стандарты, которые требует государство. Глава региона выразил уверенность, что самарцы будут жить здесь в комфортных условиях. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События. Ну, как хочешь.